Добрый день. Да, добрый день, здрасте. Моя фамилия Андреев, мой отец ваш пациент. Отец ничего не говорит о своем диагнозе, и я как представитель нашей семьи пришел к вам, чтобы узнать его. Вам, наверное, в регистраторе сказали, что у вас должна быть нотариальная доверенность, для того, чтобы мы продолжили разговор. Да, да, я оформил доверенность, вот смотрите, это она должна быть. Да, это она, отлично. И какой же у вас вопрос? Чем я могу помочь? Смотрите, как я уже сказал, отец узнал о своем диагнозе, но не может поделиться им с нами, он не хочет говорить о своем заболевании. И мы, честно, не знаем, к чему готовиться, потому что вот сейчас он отказывается от еды, и он не хотел даже вам идти. Он сам знает, да, какое у него заболевание? Я не совсем понимаю, потому что он не разговаривает, просто не хочет говорить на эту тему. Смотрите, в таком случае я могу вам посоветовать, есть психологи, клинические психологи, которые занимаются как раз реабилитацией пациентов. На первом этапе, пока он не получил какого-то лечения, это было бы целесообразно. У нас есть клинические психологи, которые могут вам помочь. Вы можете назначить нам этого психолога? Конечно, я сейчас все напишу в заключение. Я ознакомился с документацией по вашему отцу, и у него подтвердилась, по данным гистологическим заключением, подтвердилась злокачественная опухоль. Если вы позволите, я озвучу диагноз. Да, конечно, это очень важно. У него опухоль без первичного очага. Подождите, а что значит без первичного очага? То есть ее нет? Нет? Опухоль либо очень маленькая, либо подверглась спонтанному регрессу. То есть она ушла. Но метастаза дала. Метастаза – это же очень плохо. Это четвертая стадия. Вы знаете, эта опухоль хорошо подвергается лечению, и мы готовы ему помочь. Эта опухоль связана с вирусом. Может быть, вы слышали вирус папиллома человека? Это тот вирус, с которым связаны вот эти вот маленькие штучки на нашем теле? Ну, это не совсем можно сравнивать, но эти опухоли лучше реагируют на лечение. То есть, получается, у нас есть шанс, да, на то, что он выздоровеет? Конечно, есть шанс. Хотя бы нужно понять, провести два вводных курса химиотерапии. И я должен, конечно, посмотреть пациента. После консультации у клинического психолога постарайтесь договориться с ним и привести его на консультацию. Спасибо вам, доктор. Я думаю, что у нас получится. Я надеюсь на это. Буду рад вас видеть. До свидания. До свидания. Продолжение следует...